СМЕРТЬ ХРИСТА СМЕРТЬ ХРИСТА СМЕРТЬ ХРИСТА СМЕРТЬ ХРИСТА «Но что дурного он сделал?» «На крест его!» «Еще громче закричали они. Пилат, видя, что ничего не помогает, а может даже начаться смута, велел принести воды и вымыл руки перед народом. «Я не повинен в смерти этого человека вам отвечать», сказал он. «Пусть вина будет на нас и на наших детях», ответил весь народ. Тогда Пилат освободил Барабу, а Иисуса велел бичевать, а потом распять на кресте. Традиционный христианский ответ на вопрос о том, кто несет ответственность за смерть Христа, звучит так. Христа распяли евреи. Ни один предатель, иудескариот, за это несет ответственность, а весь этот иудейский народ, народ иуд, обычно это имеется в виду, во главе с их Синедрионом, виновен в его смерти. Тут хочется спросить, задать встречный вопрос, а почему же весь-то народ отвечает за это? Да потому что написано, ведь весь народ сказал кровь его на нас и на детях наших. Буквальный перевод, кстати, именно такой, как с греческого языка, как у нас в синодальном переводе русском. И все последующие поколения евреев, дальше следует логика такая, что все последующие поколения евреев, которые не отреклись от этих слов, сказанных вот тогда перед Пилатом, молчаливо согласны с ними и тем самым разделяют вину своих предков. Этой логике столетиями следовали люди, пролившие буквально реки еврейской крови. Я буквально недавно читал одну книгу, в которой описывается жизнь одного американского еврея, который в 30-х годах жил в Нью-Йорке, в еврейском квартале. Мама ему говорила, мальчиком еще, когда он был восьмилетним, не ходи вот дальше той улицы, никуда, ходи вот по нашему кварталу. Однажды детское любопытство побудило мальчишку пойти дальше той улицы, которую мама ему говорила. И там другие мальчики спросили его, а ты случайно не жид? А он сказал, не знаю. А дальше они его спросили, а это ведь вы распяли Христа? Он опять сказал, не знаю. И тогда они его крепко побили, он прибежал к маме, и мама спросила, что случилось, что произошло? И он сказал, не знаю, кто-то меня побил, какие-то мальчики. И потом он на ухо прошептал, мама, а кто такой Христос? И потом этот человек уже в 60-х годах 20 века умирал в католическом приюте. Там он питался, и там он в конце концов умер. И настоятельница этого католического приюта сказала, что он так близко к этому самому Христу, и, наверное, никогда его не примет из-за того, что тогда его обвинили в смерти этого Христа. Поэтому мы говорим не о какой-то средневековой истории нашего народа, мы говорим о том, что до сих пор живо в умах людей. И, соответственно, нам нужно с вами понять, есть ли какая-то вина на народе нашем. До сих пор мы говорили о Синедрионе. С Синедрионом все понятно. С Иудеской риотом тоже все понятно. Но вот Матфей говорит о том, что весь народ кричал на крест его, распять его, кровь его на нас и на детях наших, то есть на последующих поколениях евреев. Давайте разберемся сегодня с этим вопросом. И начнем с того, что площадь та была слишком мала, чтобы вместить даже всех евреев Израиля. Говоря уже о всех евреях Израиля и диаспоры, которые вроде как могли бы прийти на праздник Песах в Иерусалим, Тараза поведает евреям приходить как раз таки на праздник Песах, один из трех паломнических праздников. Весь народ, о котором говорит нам Матфей, это еврейская толпа, собравшаяся на очень небольшом пятачке в Иерусалиме того времени, который тоже был очень небольшим городком. Сегодня я живу в Иерусалиме, сегодня у нас есть в Иерусалиме так называемый старый город, который в те времена был собственно городом. Очень небольшой, небольшая площадь. И толпа, которую старшие священники подбили, как хорошо перевела Кузнецова, или как написано в греческом, убедили, что из двух Иисусов нужно просить именно барабу, разбойника, преступника, уголовника, другими словами. Понятно, что это была небольшая толпа, но тем не менее, что это были за люди? Откуда они там взялись? Возможно, они пришли туда в ожидании освобождения того или иного заключенного. А возможно, как, например, пишет об этом русский замечательный классик Дмитрий Мережковский в своей книге «Иисус неизвестный», это была челядь Ханана, зятя Каиафы, которого в русском синодальном переводе называются, его имя переведено как Анна. На иврите, скорее всего, это был Ханан. Чернь, на которую этот первосвященник имел влияние. Знаете, вокруг влиятельных людей обычно есть подхалимы, заискивающие, жаждущие их внимания к себе и податчик. Так или иначе, в общем, от силы это было несколько сот человек. Сотня, другая, не больше. Которые никоим образом не представляли весь народ. Но что насчет этих слов? Потому что эта фраза «Кровь его», «Кровь Ешуа», о чем она говорит? Она может, если толковать ее буквально, она производит впечатление, что стоит кровожадная толпа, она хочет увидеть кровь. Конечно, таким образом, смысл этих слов извратить очень легко. Но выражение «Кровь его» на том-то или на том-то, оно встречается в Танахе и также и в Талмуде. И указывает оно просто, это как бы технический такой термин. Он означает, что лежит ответственность за смерть данного человека, лежит, например, в Танахе используется кровь его на голове его. То есть на нем самом лежит ответственность за его смерть. Он сам повинен в своей смерти. И здесь эта толпа говорит Пилату, который умывает руки, он пытается сложить с себя ответственность за смерть Ешуа. Ему говорит, что это ответственность на нас. Мы считаем, что он заслужил смерть. Хорошо, что насчет второй части этой фразы. «Кровь его на детях наших» может быть это было проклятие, наложенное толпой на все последующие поколения евреев? И вообще откуда такая странная логика «мы и дети наши» заодно с нами. Дети, о которых в принципе никто, которых никто ни о чем не спрашивал. Они еще, может, не родились вообще наши дети, или они дети малые совсем. В Танахе опять-таки мы встречаем нередко это выражение «я и дом мой» или «я и дом отца моего». То есть там есть такое понимание того, что родители и дети связаны, что поступки родителей влияют на жизнь детей. Они сказываются на жизни детей. Отсюда пословица «отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина». И хотя Иеремия и Иезекииль выступают против употребления этой пословицы, именно так мы узнаем о ней из книг Иеремии и Иезекииля. Хотя они и выступают против употребления этой пословицы, все-таки сам Ешуа однажды говорит очень страшные слова о коллективной ответственности многих поколений. «Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахина, которого вы убили между храмом и жертвенником». В общем, так или иначе, что касается поколения детей, то именно оно, поколение детей тех людей, которые кричали эти слова, именно оно пережило разрушение второго храма в 70-м году нашей эры, то есть примерно через 40 лет после распятия Ешуа. Однако эти слова, конечно же, никоим образом не относятся ко всем последующим поколениям евреев. Если уж говорить о каком-то божьем суде нашему народу за отвержение Ешуа, за неприятие Ешуа, опять-таки обусловленное поведением лидеров нашего народа, то этот суд состоялся в 70-м году нашей эры. И если уж не до конца в 70-м, то уж точно затем в 135-м году, когда было подавлено последнее иудейское восстание. Жестоко подавлено восстание Баркохбы. Более того, в 23-й главе Евангелия от Луки мы видим некоторые очень важные штрихи о ситуации, которая была в тот самый день и в те самые минуты и часы, когда было принято решение о смертной казни Ешуа, когда Пилат осудил его на смерть. Хотя Лука тоже говорит о толпе, которая кричала Пилату «Распни его!», у него присутствуют также и совершенно другие персонажи. В 26-м стихе читаем следующее. «Когда Иисуса вели на казнь, нести за ним крест заставили некого Симона из Кирены. Он в это время возвращался из деревни. За Иисусом шла большая толпа народа и среди них женщины, которые били себя в грудь, оплакивая его». Это им Ешуа говорит дочери Иерусалимские «Не плачьте обо мне, плачьте о себе и о детях ваших». И после того, как он умер, у Луки же написано, там же в 23-й главе, «Что вся толпа, собравшаяся посмотреть на зрелище, увидев, что произошло, разошлась по домам, колотя себя в грудь». То есть в знак горя и раскаяния о том, что произошло. В знак горя о том, какому событию они стали свидетелями. Поэтому картина этой монолитно-еврейской глыбы, которая, единая такая народная масса, которая жаждет смерти Ешуа, это абсолютно неверная картина. Чисто исторически это совершенно не так. Не было такого. Были правосвященники, которые, да, задались целью устранить его и добились этого, провернув свое грязное дело очень проворно за считанные часы, которые прошли от ареста ночью до распятия в полдень. Они очень умело сманипулировали как толпой, так и Пилатом. Толпу надо было подбить, то есть науськать, чтобы орали то, что надо, то, что им сказали. А Пилата надо просто запугать конфликтом с Римом. То, что если ты считаешь его царем иудейским, ты не друг кесарю. Ну и, конечно, понятно, что был еще Иуда. И понятно также, что каждый из тех, кто был в этой толпе, тоже несет свою ответственность за свое поведение, однако есть принципиальнейшая разница между мозговым центром, инициировавшим весь процесс и доведшим его до конца, и исполнительным. И, конечно, что еще можно здесь сказать? Можно сказать, что лидеры народа, и тем более священники, просто в силу своего положения представляют народ. Они же народные лидеры, народные лидеры, народные вожди. Поэтому их решение и действие, это фактически решение действия народа. И это действительно так, если лидеры не просто занимают лидерскую позицию, но они действительно пользуются уважением и поддержкой народа. Однако в случае с первосвященниками и ферресеями это было совсем не так. И лучше всего это видно в притче о виноградарях и винограднике, которую Ешо рассказывает им в ответ на вопрос, откуда у него власть выгонять из храма торговцев и наводить там свой собственный порядок. Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградой, выкопал в нем точило, построил башню и отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградарий, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря, постыдятся сына моего. Но виноградария, увидев сына, сказали друг другу, это наследник, пойдем, убьем его и завладеем наследством его. И схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Спрашивает Ишуа. Говорят ему, злодеи всех, кто говорит, говорит те, кто слушал притчу, то есть первосвященники и фарисеи. Говорят ему, злодеи всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Иисус говорит им, неужели вы не читали никогда в Писании камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла? Это от Господа есть дивно в очах наших. «Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божье, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». Теперь послушайте внимательно. «И слышав притчу его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка». «Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев», сказал пророк Исаия. И притча эта, как мы с вами видим, была обращена к лидерам Израиля, то есть к виноградарям, если говорить языком притчи, а не к винограднику, не к народу самому. И первосвященники фарисеи отлично это поняли, как мы здесь прочитали. Их отношение к народу тоже очень хорошо здесь видно, собственно, как и в других местах Нового Завета. Они им, да, имеют власть отлучить от синагоги. Однако они совершенно не пользуются популярностью у народа. Наоборот, они боятся народа. Ишу уже, напротив, пользуются, если уж не любовью народной, то, по крайней мере, точно популярностью и уважением. И поэтому-то, собственно, первосвященники не решаются его арестовать. Среди Бела Дня. Судя по притче, Смедрион и другие члены израильской элиты видят себя не виноградарями, а хозяевами этого виноградника. И смысл этой притчи в том, что, не в том, что настоящий хозяин, то есть Господь Бог, он возьмет, в конце концов, и просто вырубит, сожжет весь виноградник. Совсем не в этом. То есть, что он покончит с народом Израиля. Смысл в том, что, как сказал Ишо, он отдаст виноградник другим работникам, другим виноградникам. Об этом очень важно помнить. Почему? Потому что, если не помнить об этом, можно совершить еще одну ошибку. То есть, конечно, сегодня есть немало христиан, которые ни в коем случае не станут обвинять евреев, как это делалось раньше, в убийстве Христа. Холокост объяснил этим людям, что это нехорошо. Поняли они, что вот если долго обвинять евреев в богоубийстве, то в конце концов это приведет к таким нехорошим вещам, как Бабий Яр и как Освенцин. Однако, есть масса христиан, которые по-прежнему считают, что еврейский народ лишен своего права первородства за неприятие Ишуа. И многие богословы до сих пор пишут книги, в которых они цитируют вот эти самые слова Ишуа, которые я сейчас прочитал. Отнимется от вас царство и будет дано народу, приносящему плоды его. И говорят, вот посмотрите, сам Господь сказал, что Израиль отныне лишен царства. Царство отдано другому народу, христианам из всех остальных народов. Это типичный пример того, как мы видим в книге не то, что там написано, а то, что мы хотим там видеть. Потому что написано в ней, что царство лишен не Израиль. Царство лишены виноградари, то есть религиозные руководители еврейского народа того времени. Израиль остается народом Божьим. Он остается первенцем Божьим, потому что Бог не меняется и потому что история не обращается вспять. А что же меняется? А меняются две вещи. Прежде всего виноградари, как мы видим в притче. То есть те, кто ухаживает за виноградником. Если говорить чисто исторически, то история развивается так. До 70-го года у Синедриона остается какая-то власть даже после 70-го года. Вплоть до 135-го года, вероятно, у Синедриона остается какая-то административная власть. Однако Ишуа еще при своей жизни передает свою духовную власть своим 12-ти апостолам. Это им он говорит, что вы можете связывать, что вы свяжете, то будет связано, что вы развяжете, то будет развязано. И им же он говорит еще при своей жизни на земле, что вы однажды сядете на 12-ти престолах судить 12-ти колен Израиля. То есть он явно ставит их на лидерские позиции. Это первое. И второе. Народ Божий действительно теперь включает в себя неевреев. Но это не означает, что он исключает Израиль. Верующие в Ишуа из других народов теперь являются действительно частью виноградника Божьего вместе с Израилем. Спасибо. Шалом. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»